Винный гид России 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 Государственную Думу для внесения поправок в существующий 468 закон. И вот по итогам аудита у нас есть коннект с производителем. То есть не только в Москве мы видим продукцию на полке и, грубо говоря, ее оцениваем, но, приехав в регион, мы собираем данные, что у конкретного производителя изменилось, улучшилось. И, соответственно, в последние несколько месяцев есть сложности, которые связаны с импортозамещением, сложности, которые связаны с европейскими комплектующими, необходимыми для бесперебойной работы предприятий. Это мы тоже отражаем, собирая сведения, данные, кто как выходит из сложившихся ситуаций, делимся с другими производителями. К примеру, последняя сложность, которую мы отразили от виноделов в актах и в отчетах, это то, что тенденция перехода на пробки, уход от классической пробки для окупорки вина на пластиковые, алюминиевые. Вот мы понимаем, какие рынки сбыта сейчас и приобретение аналогов находят виноделы. Тем самым мы делимся с сообществом возможностью объединиться и решить эти проблемы быстрее. Крым и Севастополь всегда являлся для виноделия после 2014 года особой зоной, поэтому виноделы ваши уже привыкли сражаться, грубо говоря, за свое дело, поэтому у них ловкие схемы, способы, методы поиска комплектующих, техники всего. То есть они в этом имеют большой опыт. Стоимость российских вин ниже, чем импортных. Уступают ли они им по качеству и вообще каковы критерии отбора качественных вин? Как происходит этот процесс отбора и оценки качества винодельческой продукции? Когда мы говорим о ценах между российским и импортным вином, мы, безусловно, должны с вами говорить о тех категориях, которые на полке стоят. До тысячи рублей или после тысячи рублей? Если мы говорим о вине до тысячи рублей, сейчас тенденция того, что российская дороже, чем импортная, ну такого нет на полке, конечно же. Все логистические вопросы, которые возникли весной и летом, они разрядили полку. Европейского вина в большом ассортименте больше не существует. Есть вина наших дружественных стран. Это Грузии, Армении, заходит Казахстан, заходят другие страны, Чили, Южная Америка, которые хотят войти на рынок, потому что где появилась пустота, туда сразу пришли другие производители. Поэтому сейчас тенденция такая. Рост российского вина, стоимости российского вина был, в принципе, прогнозируем еще с прошлого года несколькими этапами. На фоне существующих сложностей ничего не изменилось. То есть цена не выросла катастрофически так, что вы ее не сможете себе позволить. С импортным вином сейчас все гораздо проще. И вот это стереотип мышления, что можно купить за 200 рублей хорошее вино в красном-белом, импортное чилийское, и оно будет лучше, чем российское. Сейчас это уже мифы прошлого года, это ситуации прошлого года. Сейчас достаточное количество российского вина, которое дешевле, вина ЗГУ, вина качественного, свежего, дешевле, чем импортное. Потому что сейчас у нас просто запасы импортного на полках. Возы свежие приостановлены. Если говорить о развитии виноделия в Севастополе в целом, как вы его оцениваете? По итогам аудита мы приятно удивились, потому что Севастополь является ключевым регионов. Из семи регионов, которые мы посещали во время аудита. Севастополь необычный регион. На территории ГФЗ в Севастополь виноделин больше, чем в Волгоградской области, Ставропольской, в Дагестанском крае вместе взятыми. Это уникальность. Уникальный терруар, уникальный подход виноделов к своему продукту. Мы уже на протяжении пяти лет наблюдаем, что в зоне Севастополь виноделие специфическое. Это не масс-маркет, это не вина массового производства. В отличие от нескольких предприятий, которые у вас крупные, а вот именно авторские проекты, здесь все-таки родина премиальных брендов. Вина необычного. Вина, которая входит на рынок, и все больше виноделы завоевывают потребителя своими брендом, душевным отношением, своей личностью. Есть проекты в селе родном, к примеру, которые вас поражают тем, что на территории небольшого села практически 14 КФХ, которые входят мощно на рынок и в этом году уже начинают лить первые свои вина, которые в следующем году встанут на полку ресторанов крупных городов и будут продаваться. Ситуация в Севастополе очень позитивная. Власть поддерживает начинание. Есть открытый диалог власти и производителей. Очень активно работает ассоциация виноградарей и виноделов. Производители еженедельно собираются вместе, чтобы обсудить текущие вопросы, чтобы поговорить о том, кто на каком этапе продвижения решения своих проблем, связанных со строительством винодельни на земле, которая уходит под сельхозназначение. То есть мы видим, что Севастополь — одна из самых живых экосистем виноделов, которые есть в России. Это радует, потому что качество вина местных производителей и крупных, и небольших, каждый год все улучшается. У Севастополя появляется свой стиль вина. Это не вино обычное, это вино, которое вас порадует уникальными со стороны производителей способами производства, порадует вас уникальными характеристиками. То есть севастопольские производители — лидеры на рынке вина по подходу к виноделию, по своему авторскому и необычному. И продолжая разговор, давайте затронем тему текущего состояния питомниководства в Севастополе, что тоже немаловажно. С питомниководством в Севастополе гораздо сложнее, чем в других регионах. Все-таки в вопросе питомниководства нужна научная база, которая есть у ваших соседей, ну и, грубо говоря, у Крыма. Мы буквально вчера проводили совещание на территории Альмавелли, предприятия Крыма, где есть собственный питомник. Присутствовал директор научного института Магарач, который нам сказал, дорогие коллеги, мы заложили 100 тысяч саженцев. Мы с следующего года планируем расширение, то есть практически они доведут до 700 тысяч. И через год они готовы в рынок отдавать 1 миллион саженцев. Это колоссальная поддержка. Ведь база именно виноградных насаждений и проблема саженцев для каждого региона актуальна. В Севастополе нет обеспеченности своими саженцами у предприятий. Потому что питомники — это удел больших предприятий, в принципе. И плюс наши питомники классических сортов, дополнительно автохтонных, только крымских, маленьких КФХ авторские проекты, любят сажать какие-то необычные саженцы европейских сортов винограда, каких-то уникальных. И вот подход к автохтонам и к классике у них еще предстоит. Но наличие такого соседа, который через несколько километров от вашей винодельни продает саженцы, доступные тех сортов, которые не больны, которые будут давать хороший урожай, которые будут давать чистые вина, соответственно, дает возможность с этого года уже приобретать саженцы, не выезжая за границу и не искать их у перекупщиков. А вот приехать в институт по соседству, заказать, или в Альмавелле приехать на питомник, заказать определенное количество и приобрести их по адекватным, вменяемым ценам. В последнее время появилось такое понятие, как энногострономический туризм. Для тех, кто еще не знает, что это такое, давайте объясним. И давайте затронем вопрос развития этого вида туризма в нашем городе. Ой, ну туризм и Севастополь — неотъемлемые части. И, конечно, энотуризм, когда вы можете приехать на винодельню, попробовать сыры местного производства, попробовать кухню локальных продуктов, то есть продуктов, произведенных в определенной зоне, там 20-30 километров от города, это считается локальная кухня. Севастополь — лидер в этом направлении, потому что все винодельни, которые присутствуют на территории ГФЗ «Севастополь», являются энотуристическими. Если даже у вас еще нет своего вина, но у вас есть зона для приема туристов и для угощения их теми продуктами, которые произведены, вот на примере села Родного, да, где 14 виноделин, вино есть только у двух, у трех, у остальных нет вина. У них есть виноградники от трех до пяти лет, которые живут, которые в этом году будут давать только первый урожай, но у каждого винодела есть точка приема туристов, который приедет, который познакомится, что вино будет из винограда, который вот на земле. Есть обязательно место размещения туриста. Многие производители строят специально и винодельню, и параллельно гостиницу отель «Глэмпинг» для приема туристов. Шампанерия «Золотая балка» — это пример того, как вы можете очутиться в каком-то волшебном месте из фильмов, где показывали виноделие. Энотуризм — полная картина. Предприятие «Инкерман» — «Инкерман» вас в своей истории вовлечет, и здесь тоже энотуризм. То есть каждое предприятие 100% является туристическим кластером. Это радует, потому что многим регионам и многим виноделям еще к этому стремится. Они создают вино, но ничего не делают для туриста. И тем самым они сразу себя отсекают от узнавания и от того, чтобы вас полюбил турист и нашел ваше вино в городе, где он живет. Олеся, и в завершении беседы немного о планах, о дальнейшем развитии виноделия в целом в России и в нашем регионе, в тех условиях, которые мы имеем сейчас. Развитие виноделия идет семимильными шагами, вне зависимости от тех геополитических, социальных условий, которые существуют. Потому что программы государственной поддержки, они были и действуют уже многие годы. Главный сейчас вопрос, который у нас стоит на повестке дня — это все-таки развитие полностью своей питомниководческой базы. То есть обеспечение виноделов страны своим саженцем, своим продуктом, налаживание этих связей. Это базовая основа, с чего начинается господдержка. Конечно же, поддержка в обновлении технологического парка, поддержка в освоении земель, которые еще виноградно пригодны. Потому что Севастополь и Крым являются регионами, где по определенным политическим причинам было много больных виноградников, было много изреженных виноградников. И Севастополь лидирует в обновлении. То есть единственный регион, который максимально обновляет свои виноградные насаждения, раскорчевывает виноградники, засаживает новые. И, соответственно, это во главу угла стоит наведение порядков на своих виноградниках. Следующая мера господдержки, которая сейчас активно реализуется со стороны федерального СРО, есть созданная государственная организация, федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России, которая включает региональные ассоциации. Они поддерживают виноделов в законодательных вопросах, в том, чтобы во многих регионах были разрешены строительство виноделин вблизи виноградников. Это, к сожалению, как бы это странно не звучало, но виды земель, которые не позволяют строительство виноделин вблизи твоих виноградников, их все больше и больше. И вот помощь виноделам в решении этих вопросов, урегулирование с властью, конечно, не слепое, просто переписывание, а действительно все исследовательские работы, которые приведут к тому, что винодел докажет, что здесь не земля сельхозназначения. На горе можно построить винодельную. Это кейс из родного. Соответственно, это. Следующий вопрос, это связанность с комплектующими, с техникой, с тем, что сейчас не хватает переориентирования на новые рынки, приобретения тех же самых бумаги для этикетки, мюзле, фольги, пробок, вопросы с техникой. Сейчас предприятия укомплектованы, вопросы с бочками. Да, у нас есть несколько предприятий в России, которые бандарни, которые занимаются бочками для виноделов, но на текущий момент, объехав 6 регионов уже из 7, мы отметили, что виноделы, как знали, в прошлом году запаслись 7, получили свои заказы, и они на текущий момент всем обеспечены. А если мы говорим о жести, то жестяные емкости делает Краснодарский край, начинают делать многие предприятия. То есть мы движемся к импортозамещению. Да, остаются какие-то вопросы открытыми, но власть и Минпромторг, и Минсельхоз России сейчас в активном диалоге со своими производителями. Олеся, я благодарю вас за визит к нам и за такую обстоятельную беседу. Друзья, напомню, что сегодня гостьей нашей студии была руководитель Департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции «Роскачество» Олеся Буняева. Благодарим вас за внимание. Всего доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин